И наша следующая история о волонтере из Николаева. Он вывозил людей из-под обстрелов, помогал военным, но однажды подорвался на боеприпасе и получил тяжелые ранения. Теперь Николай учится заново ходить. Впрочем, едва оправившись после ранения, мужчина продолжил свою волонтерскую деятельность. Это баштанка Николаевская область. Можно посмотреть, как российские войска уничтожали этот город. Отсюда требовалась помощь, и я как мог помогал, поэтому вывез отсюда людей раненых и передал их в госпиталь. На этом моя миссия тут была. С первых дней войны, как только российские оккупанты начали обстреливать Николаевскую область, Николай Бабич взялся за дело. Стал эвакуировать раненых из сел, находящихся ближе всего к позициям россиян. Когда я ехал в Шевченково, я помню, как люди бежали по дороге. В город Николаев они спасались, убегали оттуда. Я еще толком не мог понять, почему так происходит. Но потом я увидел технику дальше, быстро развернулся и сам поехал. И прекрасно помню, как несся по трассе на бешеной скорости в поисках этих блокпостов. И надо мной пролетел самолет. Окупационные войска давили, рассчитывали захватить Николаев. Была вероятность высадки диверсионных групп. И Николай решил присоединиться к патрулированию города. Когда российские танки пытались прорваться в город, патрулировали по вечерам, чтобы был порядок, не было грабежей. Мы мешки набивали песком и возили продукты на блокпост. И искал я эти блокпосты, куда их привезти. Также помогали здесь по району, кому лежачий, кому воду, кому памперсы. Тогда, чтобы защитить свой город, люди были готовы останавливать противника голыми руками. Помню, как намотал изоленту на ручку ножки, оделся и вышел на улицу с этой ножкой от табуретки оказывать сопротивление, чтобы российские танки не смогли пройти сюда. Когда россияне поняли, что Николаев им не по зубам, стали поливать город огнем. Часть снаряда взрывалась, нанося страшные разрушения. Другие коварно дожидались жертву. На одном из таких снарядов Николай подорвался. Он поступил с минно-взрывной травмой нижних конечностей, переломом костей голени правой ноги и открытым переломом костей правого предплечья и плеча. Его ткани были нафаршированы металлическими осколками и был дефект мягких тканей. Вопрос ставили об ампутации конечностей. Если рассмотреть мою ногу, то на ней можно увидеть все анатомию человека. Сквозные дыры были пробиты. И доктор, когда делал мне перевязку, практически зажимом засовывал в эту сторону и вытаскивал тампон отсюда. Так же у меня была кость разробленная. Никогда не мог даже подумать о том, что с моей руки будут торчать 7 штырей. И несколько штырей с ноги. Ранение стало испытанием, но не сломило мужчину. Несмотря на сильные боли, он старался каждый день что-то делать, для того, чтобы преодолеть эту боль. Потому что у него очень сильное стремление к жизни и помогать людям, оптимизм. Сейчас Николай понемногу начинает ходить и даже садиться за руль. Но главное, уже есть планы на будущее. Конечно, у меня есть очень много планов, что касается нашего города. В первую очередь, это его расчистить все завалы. И основной моей его целью – это озеленение города. Чтобы город наш Николаев, он был очень зеленый и еще будет зеленее. Продолжение следует...